Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Начинаем. Номер 455. События дня. То есть я сам бы этого не делал, но написали одни, мы пожилые люди, Колеснику, Николай и Анна, поэтому дети нам тут устроились, а вы вот, каждый день у вас, как интересно, день проходит. Я сразу принял и стали это делать. Уже 455 день будет сегодня. А потом говорят, да это вам враги подкинули, чтобы знать, чем вы занимаетесь. Я говорю, неплохо. Еремея говорит, изничтожено, изничтожено, полезно. Ну что, что враги? Мысль-то хорошая была. Не надо так смотреть. У меня есть, когда я проповедую, то, ну, в мире где-то, то употребляю там поэтов, авторов. Иногда говорю такие, которые не всем нравятся. Я говорю, вот, Мартин Лютер, он сказал, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христов. Хорошее выражение. Второе. Он же говорит, ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Или Ленин такое есть, говорит, наша радость от трудовых успехов. Ну, хорошие же слова-то. Причем-то, да, это самая неприятная личность для меня. Но есть у него выражения, которые можно взять. Например, что такое политика? Это умение управлять государством. И уменьшая от большого к меньшему, я говорю, умение управлять собой. А как? Вникая в себя и в учение. То есть извлекать надо полезное. Итак. Иоанна 5.44. А славы которой единого Бога не ищите. 11.03.2017 год. За вчерашний день. Теперь я даю небольшое объявление всегда, считай. По скайпу можете выходить на меня 4.00 до 16.00 Москвы. Ну, зарядите по скайпу, игнайте лапки, только сначала напишите, чтобы я мог вас принять. Приходят люди со своими вопросами. Дальше. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить не в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Звонить можно с 2.00 до 16.00 по Москве. Да. В скайпе, на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. Так, ну дальше я одному говорю. Вы же истратили свой ресурс, кому-то там сказал. Ну, спустя, я выхожу, бывает, где-то, я же не один живу. Так. Ага, ты же вчера получили известие такое. Считай. Простите, Сергей, за доставленные мною неудобства. Благословите. Для меня, к сожалению, время позднее для молитвы онлайн. Поэтому я переписал о содержании молитв отца Игнатия и молюсь с листа. Передайте, пожалуйста, духовному моему отцу Игнатию низкий поклон и многие лета. Спаси Христос его и вас, братья. Сестра во Христе, Надежда К. Благословите, отец Игнатий. Простите, что не смогла участвовать в совместной молитве, так как не совладала с айфоном, не смогла убрать звук. Простите, Христа ради. Мне не совсем удобно в это время, так как я живу в Приморском крае, город Дальний Реченск. Разница во времени с вами три часа. Теперь читаю ваши молитвы с листа. Благодарю Господа и вас за то, что открываете истину. Читаю, смотрю. Начала читать проповеди Ярлопестии. Открыла для себя доктора Гааза. Низкий вам поклон. Многое благое лето вам, супруге вашей надежде, братья вашей, общине. Спаси Христос. То есть это из молитвы. Мы людей этих не встречали, невидимые. Но новые люди приходят, и она, видите, открыла доктора Гааза. Но он католик был. Не важно. Ярл Пести, это радиопроповедник Ярл Николаевич Пести. Протестант. Хорошие мы берем везде. У нас своих много, но эти люди, живой голос слышно их. Дальше. Благодарю, отец Игнатий. Буду благовествовать. Делаю перепост многих ваших роликов детям, родным, друзьям и знакомым. Подписалась на ваш сайт. Сайт Сергея парализованного, слава Божию. Смотрю, учусь, изучаю, конспектирую. Спаси Господи. Вот видите, как это вот. Больше я не стал сюда брать. Сразу ознакомлюсь с нашими ресурсами. Это главный у нас ресурс. Вначале был. Это мой мир. То, что мы сейчас пишем, это будет стоять через неделю. Можно будет проверить, кто здесь был. Вот как здесь выглядит. Я в шапке. Тут у нас очень богатый ресурс. Фотографий сколько? Фото 17971. И видеороликов наших. 5407. Ну, то есть это огромный-огромный материал. Второе, это у нас очень большой ресурс. Наш форум. Вот он, я показываю его. Православный форум Игнатия Латкина. 1602 темы. Темы огромные. Просто огромные. Вот, допустим, вот сейчас на первое место тут вопрос о канонизации тут. 8 страниц. А на каждой странице, там, я не знаю, пакеты целые. Там что сказали. И видео, и аудио, и материалы, и книги. Ну, то есть даже трудно сказать, чего здесь нет. То есть написано, вот, тема Патриарх Кирилл. Его поездки, встречи с папой. Какие отзывы были. Его на рождественские праздники. Он выступает где-то, то есть конкретно. Вот только заряди, а тут справа есть общий поиск. Наш форум легко регистрироваться. А потом новое сообщение. Православный форум Игнатия Латкина. Мы скинем даже, можем показать, где. Ну, просто зарядите, да и так. А зарядить это надо в Гугле или в Яндексе. И уже будете знать. Вот. И дальше наш видеоканал. Вот наш православный видеоканал. Называется «Открытый боком». Вот зарядите просто в Ютубе. «Открытый боком» во свете Библии. Сколько у нас подписчиков уже? 6 тысяч 444. Просмотров. 5 миллионов 616 тысяч 639. То есть новые люди приходят, слышат. И мы не стараемся что-то свое придумывать. Вот сегодня я каждый день ставлю примерно по 6 роликов в среднем. Ну, у нас роликов где-то 7 тысяч, 6 тысяч 700 примерно. То есть это огромные-огромные ресурсы. И под ними можно комментарии дать. Ну, и дальше у нас есть еще самый тяжеловесный ресурс. Это наш сайт. Называется «Сайт православный библейский. Во свете Библии». Я его показываю. Ну, вам не видно. Но потом, так как у нас съемка идет, можете увидеть. Здесь 50 книг, насчитанные моим голосом, аудио. Это еще в те времена было. Ну, тут много, что и о деревне. Ну, стихи мои. Стихов 3467 по 9 куплетов. То есть материалы огромные. К истинному православию книга. Я 40 лет материал собирал. Новый Завет. У нас Новый Завет. Полное столкование святых отцов. С откровением вместе. Трехтомник. Там иллюстрации святых. Только 240 мы показывали. Проповеди, аудио, видео. 1300 проповедей моих. И вот самое главное, считай, это ответы на вопросы. 4124 ответа по темам. Они разбиты. Ну, допустим, вот первое. Бесы, колдовство, Библия, богослужения, болезнь, будущее мира, вера, взаимоотношения, внутренний мир человека, война, государства, правители, грех, деньги, дети, евреи, ереси, секты. Вот ткнешь, допустим, евреи. И идут только одни заголовки. Вопросов, какие мне задавали. А это не два, не три. 176 вопросов. По одной теме. Ткнешь вопрос, и отраза открывается ответ. То есть здесь большая работа проделана. Коллектив у нас. Коллектив, там больше 10 человек работал над этим. Дальше, жития, что в житиях написано. Например, тема женщины. Все здесь, что касается женщин. Даже такая тема есть, 20-я. Коммунизм, крещение. И заканчивается царь, церковь. Сейчас у нас идет старообрядчество. Тема. Это 50-я папка. Мы будем сейчас здесь... Это у меня что? Это закрою пока его, чтобы не мешала тема. Сейчас, минутку. Вот давай. Старообрядчество. Тема. Какая есть? Вопросы мне задают. Считай. Опрос 2673. 12-й том открытым оком. Владыка, правда ли, говорят, будто митрополит Олимпий, ваш предшественник, знал, что умрет в 2003 году. И так и получилось, что он умер 31 декабря. Чтобы понятно было, что... То есть я разбираю вопросы и ответы, которые задавали бывшему митрополиту Кириллу Гундяеву, который патриарх сейчас. По 60 вопросов брал. Как они ответ им дали, и как они ответили, и подкажем, я даю комментарии. Дальше. Что патриарху Алексию Второму задавали. Тоже 60 вопросов беру. Примерно так, 56-60 с чем-то. А это задавали вопрос старообрядческому митрополиту Адриану. А на него был Олимпий. И ему задают вопросы, и как он отвечает. И я даю комментарии после всех их. Что Юрасову Амбросию задавали, Максиму Козлову. Это кто там благочинный, или кто считается у них в университете МГУ. И получается в среднем примерно одинаково отвечает. 6 только вопросов на 100 правильно отвечены. Без замещаний. 6. А 94 с какими-то изъянами, или... Ну, то есть надо выслушать где-то. Или из-за боязни, или из-за незнания. Отвечает совсем не по Евангелию. Вот отвечает у них митрополит Адриан Старообрядческий. Ответ. Я с ним виделся буквально за день до смерти. Настроения у него не было такого, что вот именно сейчас он должен умереть. Более того, он надеялся дожить до своего 75-летия. То есть до нынешнего лета. Когда же я с ним в последний раз встретился, он уже не чаял дожить до Рождества. За последний год владыка все-таки перенес три инфаркта. Я делаю комментарии. Игнатий Лапкин. Вопрос не на пустом месте, ибо в житиях подчеркивается, что один из признаков святости – то, что человек знал часовые кончины. Но перед Богом это ровным счетом ничего не значит. Андриан мог бы и здесь воспользоваться и на темноте человеческой высеять евангельские чистые семена. Но, увы, он и здесь отвечает, как честный старобрядец, но отнюдь не как евангельский христианин. 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Если Бог дает жизни хотя бы один день, то Он дан для прославления Иеговы, для благовестия от жертвы Агнца. У православных слова-то Иегова не знает, оно упоминается восемь раз в Святой Библии. Имя Божие. У Бога много имен, около пятисот. И спрашивали, как тебе имя? Бог отвечает, Иегова, то есть сущий. Бог говорит это. Это в православной Библии, ну, издание православного. Дальше. Солом 117.17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Солом 144.4 Род роду будет восхвалять дела Твои, и возвещать о могуществе Твоем. Исайя 12.4 И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Вопрос. Вопрос 2674. 12-й том. Открытым окном. Значит, старообрядцы на объединение не пойдут? Ответ. Ответ этого митрополита Адриана Старообрядческого. Он отвечает. Пока нас вполне устроили бы отношения дипломатического характера. Такой ответ. Игнатий Лапкин. Я дошли. Такой ли любая дипломатия по принципу министра иностранных дел в окружении Наполеона Талерана жива, в кавычке открытый язык, дан для прикровения мыслей. Мы не будем близки Иисусу. Мы, но и обличайте. Вот такой комментарий даю. Следующий вопрос. Это у меня они уже заготовлены. Вопрос 2670. 12-й том открытым оком. Чувствовали ли вы, когда ехали в Москву на собор из Казани, что жребий пойдет на вас? Были ли у вас наготове какие-то конкретные предложения, наработки по дальнейшей жизни церкви? Адриан вопрос. И он отвечает. Кавычки открыты. То, что Аз грешный стал митрополитом московским и всея Руси, было для меня в значительной степени неожиданным. Я один из двух самых молодых по времени поставления во епископы. Благоговел и сам уговаривал старейшего владыку Иоанна принять служение. Тем не менее, соборный голос указал на меня. Посему я смирился и приступил к обязанностям, легшим на мои плечи. Вот он старый разов избирает там, как уже старый совсем. А это такое, что избрали, считается молодой. Ну, молодой там что, 50 лет, это еще молодой. Ну, никто не знал, что дальше будет. Какого поставили. Только как сейчас Дональда Трампа поставили, будет отношение хорошее с Россией. А там все остается в силе. Он тоже сам-то не власти, над ним другие есть. Нет, значит, как Кеннеди прикончат и все. И это точно так же. Стал такой активно, отвечает на вопросы. Крестный ход. И он в крестном ходе участвует. Что было по сегодняшний день, не знает. И умер. Внезапно умер. А я перед этим, когда вопросы вот эти разбирал, и сказал, он не жилец. Его уберут. Я их хорошо знаю, старообрядцев. Если что не по их, результат один всегда. Они будут гнать его, смертельно гнать. Ни на что не посмотрят. Дальше. Никаких особых наработок у меня не было. А вот желание приступить к каким-то более активным действиям, не скрою, было большое. Некоторые газеты, писавшие о соборе, обвинили меня чуть ли не в заговоре, совершении переворота. Должен сегодня сказать, эти упреки были сделаны по заказу лиц, желавших во что бы то ни стало, не допустить непредвзятых выборов. Их стремление вызвано было нежеланием вообще что-либо менять в нашей церковной жизни. Расставаться с личными привилегиями и материальным благополучием. Это он знает. Такие же самые отношения, как и в патриархии. Едет в рукополагательный епископ, и чемодан денег везет, как один сказал. А то еще, главное, мне сказали, страшно даже сказать. Если ты, говорит, не голубой, тебя и не поставят. Такое же там лобби. Вот ужасные слова. Я комментирую его ответ. Когда читаешь о том, как при поставлении все епископы говорят о себе, как о ничтожных червях, И как они, дед, некивались, не хотели быть владыками, А их чуть ли не за руки затащили на епископское место. Но уж тогда они ничего же, вопреки глаголище, Цепились смертно в свою палочку архиерейскую, Начали драть уши пасом их налево и направо. Ни одному верить не приходится. Они властолюбивы и жадны. Ничего опаснее епископов нет на земле, Как свидетельствуют самые великие святые. Как златоусты Иоанн. Ну вот, читая твит Андриана, Я почти впервые поверил, что все так и было. То есть Андриана я поверил. Я увидел, какой он, как из себя выглядит. Он мне чем-то импонирует. Ибо в таком болоте произвести движение нового, Дело архисложное. Помоги ему, Господи. Помоги ему, Матерь Божия. Но в ответах, его я ни разу не нашел признаков Его духовного рождения и ревности о духовном рождении других. Совершенно не верю в его долголетие на этом посту, в таком духе. Понятно? Это мои слова были, когда еще ничего не было. Только он в первую интервью дает, И я сразу дал на это, что я не верю, что он будет жить. Вот как Николай Леонов в Украине. Он чемпион мира по кикбоксингу. И мы с ним беседовали, ролики-то сохранились здесь. Он за войну. Я говорю, не надо воевать. Вы любите врагов ваших-то. Я поехал в миссионерскую поездку, в дорогу уже сообщение. Его уже убили. Я ему сказал, ты не доживешь до 50 лет. Не то, что я там пророк какой-то, но просто под событием дальше. Дальше что? Дальше. Если он изменит свое отношение к застою и будет таким же замшелым, как и его попы и паства, тогда мирно скончается в своих покоях. А так? Вот крестный ход был, и он скончался. Внезапно. Неизвестно чего и как. 1 Царство 10.22 И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господи, вот он скрывается в обозе. Речь идет об избрании Саула в царях. Вот так они на архиере. Исход 3.11 Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых? Исход 4.13.14 Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. Господь говорит, кратчайше. Но когда начал отказываться, не отказывайся, Иеремий, Бог сказал, чтобы я не поразил тебя. Не малодушиствуй. Я сказал, иди обличи императора всех, кого пошлю обличить. Дальше. Без веры в Христа и без Библии чудной Что отдельного можно сказать? Бесцветно бы цвенькал ночной печугой, С опилками нес бы походный рюкзак. Недельных советов, немысли во свете, Бряцал бы кичать с казуистикой хитрой. Не выдал бы то, что изрек на кассеты, И мусор нагнал под цветастые титры, Читая стихи знаменитых поэтов, О временном стонут, кружась в темноте. Война и плотская любовь по куплетам В сравнениях ненужных, однако не тель. Да с их бы талантом библейские строки Звенели бы и били в летавры победно. Не просто поэты, а сонны пророков Стихи преломляли, кормили обедом. Осмысленный путь в запредельную даль Дает и Егова тому, кто смирился. Пред словом его, будто снимет вуаль, Наполнит нездешним таинственным смыслом. Сумеешь в событиях прошлых узреть, Что нынче уже прорастает и зреет. Без Бога написанным книгам гореть, И ветер по ветру их пепел развеет. Как можно сокровищем тем пренебречь Героями веры с победой почивших Небесной премудрости райская печь Безумцам покажется мелкой и лишней. В своих водоемах разбитых сидят, По днищу сухому елозят губами. Можешь дотошно читать их подряд, Мечта их корыта и бег их кабаней. Сила речей только в духе святом, Лишь он оживит и возвысит таланты. Он есть водоем, и это нюдь не пустой. Поднимем запрос до заоблачной планки. Когда написал это? За 12.04.05 год. Вот так. Еще есть стихотворение вдогонку. Так, теперь еще. Одно. Вопрос. Считай. Вопрос 2669. 12.04.05 открытым оком. Долгое время прослужив в Казани, Как вы оцениваете этноконфессиональную обстановку в этом Волжском городе? Волжском? Волжском городе. Каковы взаимоотношения старообрядцев и мусульманского населения? Вот это задают митрополиту Адриану Старообрядческому, белокринецкой иерархии. Ответ. Несколько лет назад в Татарии, и в частности в Казани, случались ярко выраженные всплески национализма. Предпринимались попытки добиться независимости от России. Но сегодня отношения между федеральными и республиканскими властями достаточно отрегулированы. И в день провозглашения суверенитета Татарии, который в прошлом отмечался несколько раз, ныне празднуют день города Казани. К старообрядцам отношение со стороны простых мусульман всегда было без враждебности. В нем даже порой проскальзывает определенная симпатия. Тут, вероятно, сказывается наша преданность традициям в плане внешнего облика человека. Одежда скромная, подколотые платки у женщин, у мужчин борода. Вот он тогда ответил, больше ничего на это не говорит. На самом деле так, это рассказывает, на Пасху идет православный христианин и говорит, Христос воскрес. А отношения на хорошие, а Иисус Христос молодца, молодца, что воскрес. Я отвечаю, комментирую. Ничего не могут мусульмане доказать о правильности своей веры, и все решать чисто дьявольским способом, убийством. Иоанна 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 1 Иоанна 3, 10. Дети божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 1 Иоанна 4, 3. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Я тоже с мусульманами встречаюсь, я никогда не произношу слово у них, там Аллах, Мухаммад, Коран. Я послал проповедовать Евангелие. А вот теперь я привел места, и смотрите, кто. Он все, взрывы разные, убийства, захваты заложников, кто? Ваш отец дьявол. И похоти отца хотите исполнять. Какие? Человек-убийца. Не устоял в истине. Нет в нем истины. И всюду ложь. Иисус не воскрес. Ну, когда больше лжи придумать? Вот тут все три места Писания подтвердил. Дальше. Умер Папа Римский, их понтифик, властный жрец, монах, всегда обритый. И никто не скажет, что был тихим. А теперь на обозрение в крипте. С шумом отошел при словословиях всем правителям-масонам угодивший. Где душа его и кто ее там ловит? Тянет до себя. Будда и Кришна. Он молился вопреки канонов с мусульманами, с сектантами, с жидами. От умершего нет пользы. Много вони. А иного разве люди ждали? Столько пустословия и лжи, что с Богом и нигде иначе. Труп, что куколка. И тихо так лежит. А душа в аду, быть может, плачет. Кто приватизировал заочно царство, где хозяин Иисус, канонизирует, мозги толпе морочат и не раскрывает смерть и суть. Не по нашим спискам там впускает, утверждая игрища священства. Может, демоны скрежещат, зубы скалят, если все по Библии рассмотрим честно. Папа, значит, истинный отец. Но кого? Каких он породил? Не с печатью ли шестьсот шестьдесят шесть? Душу, как шестерку, искривил. Он, глава полкова иезуитов, сам себя считал непогрешимым. Не на Библии он с детских лет воспитан. И Евангелие ему, быть может, ширма. Нам, Отец, Господь наш Иегова, и ключи от ада у Него. Смертным надо бы прожить предельно скромно. И с канонизацией не выпасть бы в огонь. За седьмой, но четвертый, но пятый год. Хорошо. Снова вопрос о старообрядцах. Вопрос 2694, 12-й том, открытым оком. Вы согласны с тем, что вас называют старообрядцами? Это и митрополиту Адриану говорит, кто интервью берет. Ответ. Это вынужденное согласие. Само слово появилось во времена Екатерины II. Было законодательно закреплено Николаем II и отражало позицию официальной церкви и отношения светского общества. Сами же мы причисляем себя к исконному русскому православию. Считаем себя русской православной церковью. Но для того, чтобы соблюсти самоидентификацию, вынуждены называться старообрядческой церковью. Хотя на самом деле, не обряд и тем более не обрядоверие составляют суть наших верований. Они имеют более глубокие смыслы. Вот интересно как. Ну смотрите, был город Фрунзи, им не нравится. Назвали теперь Бишкек. Ну везде меняют названия городов, улиц. А они не могут свое название сменить. А кто сейчас притесняет? Ну назвали бы по-другому. Ну если сектантов, называй сектантом. Они же и говорят сектант-баптист. А они прямо пишут, евангельские христианины, как хотят. Игнатий Лапкин. Комментарий. И почему бы было тут же и не объяснить, в чем эти глубокие смыслы. Народ в абсолютном большинстве у старообрядцев не может различить догмат от обряда. И в согнутых пальцах видит смысл и угодность свою Богу. Верят, что и сам Иисус Христос так благословлял людей таким перстосложением. Неужели Андриан не знает, что более темных познаний Библии людей, чем староверы, трудно найти? 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, к сияющему в темном месте. Да коли не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Матфея 22.29 Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Вот этот вопрос, ему ответ, и дальше дается комментарий. То есть он вполне мог бы ответить не так, как вот видим здесь. Что сейчас, подожди-ка, я уберу здесь. Куда? Кверху вот это отработанные вопросы. Старообрядчество. И у нас закрывается. Это последний вопрос. Дальше. Вопрос 2642. 12-й том открытый моком. Правда ли, что многие староверы деятельно участвовали в эфирайской революции? Да и к большевикам пошли. Вот метрополиту Старообрядческому Андреану задают вопрос. Он отвечает. Известно, что Александр Иванович Гучков, лидер партии «Октябристов», был военным министром во временном правительстве. Во временном. Во временном. Он был из четвертого поколения рода Старообрядческих купцов. Его братья, московский городской голова и известный журналист, все они уже далеко отошли от веры отцов. Их только по происхождению можно называть старобрядцами. Роль Старообрядческих купцов в большевистском движении слишком выпечена. Обычно приводят в пример Савва Тимофеевича Морозова. Он был эксцентричный человек. Но деньги большевикам давал не по политическим причинам. А вот Павел Павлович Рябушинский субсидировал Корнилова и Каледина в их борьбе с большевиками. Об этом вспоминают нечасто. Вот, то есть, видишь, он теперь может сказать открыто, что с большевиками. А если бы это интервью он давал при большевиках, никогда бы не сказал, что у нас у старобрядцев были те, кто с большевиками боролся-то. Но наступил момент, может, ткнуть их, коммунистов. Давай. Инатий Лапкин. Образец, как можно оправдывать своих. Жена Кесаря всегда вне подозрения. И допустить, что староверы были и... Ну, чуть выше. И изуверы никак не мешает. А чего проще было ответить, что и не могло того не быть, если сердца не были посвящены Господу, если души не были возрождены свыше и жили без водительства Духа Святого. Вот это, ну, ответил бы так-то, что... Ну, что спрашивают-то? Корни наши, корни, корни, нерожденные свыше, солили деньги куда хотели, гуляли и пили, умели торговать. Второе Петра 2,19. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто, кем побежден, тот тому и раб. Вот эти слова-то он ему сказал. Побежден, значит, и раб он. А как назовут старобрядец или не старобрядец? У старобрядцев, как и у новобрядцев, был синдром Исмаила. «Вернуть все на прежнее, дать колесу истории обратный ход». И Еремея 41,2. «И встал Исмаил, сын Нафании, и десять человек, которые были с ним, и поразили Гадолию сына...» Слава Иисусу Христу! Эта старшая сестра нас проверяет, как мы живы и нет. «И поразили Гадолию сына Архикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Так же убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолией в массифе, и находившихся там халдеев, людей военных». Толкование, толкование, говорю, стих. «Нет, никогда, нет, никогда нам то не пережить, А сядет пыль пустяшной злой затеи, Хотели блеять, но пришлось завыть От коммунизма, что засел под темя. Боролись, падали в геройстве за царя, А он не выдержал, легко масоном сдался. Под красным колесом месили нас не зря, По строчкам Библии мы чим и вводим пальцем. Мы слушать не хотели Егову, По имени его знать не желали, Но сгинула Россия царская, как в прорву, Гореть отныне на ином накале. Былые белые заполыхали дни, И красный угол побледнел смертельно. На практике пошло, что читано из книг, Под жернова нас сыплет общий мельник». Мельник – это Христос мелит нас. «Укровных мест для наших нет невест, Повытряхнули пришлые и голытьба чужая. Сознаться, каяться и плакать повсеместно Нам не дано и ждать иного урожая. Обрядоверие в потемке завело, Евангельскую веру истребило, Канонизация – совцы паршивый клок. Святая Русь легко ушла под вилла». «Вилла, вилл, Владимир Ильич Ленин». «Вновь пережить придется прошлый срам. Он в венах и в прожилках из традиций. Прозрения нет и пользы ни на грамм. Опять ранствует вовчарный злой епископ. Проклятие подгребаем несусветно, Копируем кровавые ошибки. Я весь пророк Христа новозаветный, Настройтесь собирать свои пожитки. Вновь пережить уже не хватит сил. Себя и прошлое отвергши похороним. Да будет с нами Бог. Гряди, Эммануил, За тысячелетия каемся и ничего не скроем». 20.01.05 год. Вот так. Это старобрядческая тема окончена. Но мы еще продолжаем. И сейчас мы при... Второе – это спорт. Ну так, тема-то небольшая здесь. Мало этих... Прям... Вопросы о спорте задают. Вопрос 4050-й. 30-й том открытым оком. Пишут во многих газетах о гибели молодого хоккеиста. Что случилось? И почему так много публикаций о нем? Ответ. Во время игры в матче 13-го оттября 2008-го года погиб самый молодой и самый перспективный хоккеист страны уроженец Алтая Черепанова Леша. Остановилось сердце. Теперь ищут виновного в его смерти. Случилось то, чего не могло не случиться. Та... Так, так, так. Так, как принимают разные таблетки допинговые, расширенность сердца и другие органы. Но это не главное. Но что с его душой? Вот публикация только из одной газеты. Мать Маргарита Александровна говорит, я у батюшки в церкви спрашиваю, почему я его не вижу во сне? Он говорит, подаст знак, подаст. Подаст. Нет, 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 нет. Он говорит, он на кишечном голосе священник говорит, подаст знак, подаст, ты только жди. Так хочется узнать, как он. Молюсь каждый день. В церкви слезы высыхают, а выйду и через час не знаю, как жить. Вчера ездила в монастырь. Настоятельница сказала, есть заповедь, не сотвори себе кумира. А он был кумиром. Может, поэтому его Господь и забрал. Господь забрал, главное. Господь не знающего Бога, Господь забрал. Да, она права. Был кумиром для тысяч людей. Это мать говорит его. За два месяца до этого мне звонит, сестра и плачет. Я сон плохой видела. Про Алешку. Леша умер. Священники мне говорят, что Алексею там хорошо, что он светлый ребенок был. Но почему каких-то наркоманов и алкоголиков он не забирает? Бог, почему не забирает? Где же справедливость? Я все жду, что он позвонит. Где ты? Откуда я взял материал? Известие, 27-й, 10-й, 2008-й год. Страница третья. Газета Известия. Центральная газета пишет. Вот как священники, в кавычках, свидетельствуют о жертве Христа. По неволе вспомнишь Евтушенко. Кавычки открыты. И тут же обольстители толпы из той же самой партии попы. Человека, который жил по стихии мира, а не по Христу, уже в рай. Кавычки открыты. Спорт унес в жизни еще двух мальчишек. Вчера в Новосибирске похоронили 16-летнего Артема Короткова, умершего во время соревнований по карате. А накануне в Воронеже на уроке физкультуры остановилось сердце восьмиклассника Жени Никулина. Ведь все было в порядке. Артем пять лет занимался в карате. Перед выездом он прошел медосмотр. Более часа продолжалась борьба за жизнь ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Где-то известно. Известие, 12-11-2008 год, страница пятая. То есть я беру из центральной прессы. Результаты анализа были очень хорошими, в том числе и ЭКГ. Никаких патологий сердца не было. Спорт опасен для здоровья. Это дальше пишут, это все беру. Широко известна аксиома «Большой спорт и здоровье – вещи несовместимые». Большой спорт и здоровье – вещи несовместимые. Резко выросшая конкуренция вынуждает спортсменам насиловать свой организм. А современные системы тренировок и медицинские программы позволяют выживать, выжимать, наверное, и спортсменам все соки. Отдавая ребенка спортивную школу, родители должны понимать, что с этих пор он будет принадлежать группе риска. «Не слишком ли дорогой ценой расплачиваются атлеты за сладкий миг победы?» Это где написано? «Комсомольская правда, 12-11, 2008 год, страница 5». Видите, как центральная газета, ну, «Комсомолка», «Известия». И мне уже ничего не приходится говорить. Я просто работаю с материалами и говорю, ко мне претензии какие. ИОВ-16-2. «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы». Прямо к этому и говорю. «Священник, да, ему хорошо в район, но это ничего не знает. Так это говорит только, и все». 2 Петра 2,19. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и рабы». Ефесянам 4,22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». 1 Тимофей 4,1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вот ответы какие. Это беру эпиграфы к тому, что можно было бы ответить. «И о врагах уметь сказать не худо, когда у них есть лучше, чем наши. К тому, что есть заветное прибудет, на нашем поле пусть и их лошадка пашет». Но так не принято. Обычно все не так. Уж если в чем-то с нами не сошлися, в ту сторону начнут плевки свои метать и заволакивать своей природной слизью. Бог дал свое и вражде оценить, воспользоваться чудной панорамой и в я преобразить младические сны и к цели выправить, что было столь непрямо. «Святую Библию я в секте получил пятидесятникам, не став ни на минутку. Библейский свет не староверческих лучин на русском языке и на церковном нудном. Да, секта, да, они все сплошь юридики, но лучше, что обрелось в ту пору, я принял там и, к счастью, стал таким в любом вопросе ерунду не порем. Без Библии я ноль без всяких запятых, не состоявшийся, не жил евангельской верой, сжег свечи по церквам, молился всем святым, не знав Христа, то не считал потерей. Таких оболтосов я вижу пруд пруди, упрямых, озверелых и настырных, не видел бы Христа и Иисуса впереди, ни возрожденья под мрачную копирку. И от баптиста много перенял, найдя в Писании прямое подтверждение, учился сжать, под снег уйдет стерня. Зачем пренебрегать советом дельным? А ныне сам юридикам давно несу, святых отцов, святое толкование, отвергнув стали ковырять в носу, предпочитая плыть к погибели в обмане. 31-й, 10-й, 08-й год. Видите, как вопрос задан, и как он отвечается? Нравится, не нравится, ну, потом-то человек, он может сам-то определить. Так, вот это старобрящество, теперь это мы уже ворд сюда перенесу, а это мы переименуем другое. Так. Второй вопрос по спорту, это папка спорт. Три вопроса только мне задали, в университетах, где по радиопрограммам. Дальше. Вопрос 2330-й, 10-й том открытым оком. Почему в шахматы играть нельзя? Так как это и бесполезная трата времени, и азарт. А в футбол можно, разве это не присуще и первой, и второй игре? Второе Маковейское, 4-12-18. Это люди, которые у меня на занятиях, и приводят местописание. Намеренно, под самой крепостью, построил он училище для телесного упражнения, юношей, и привлекший лучших из юношей, подводил их под срамную покрышку. Так явилась склонность к эллинизму, изближении с иноплеменничеством, вследствие непомерного нечестия Иосона, этого безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику, и презирая храм, и не ради о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх, полестры, по призыву бросаемого диска. Ни во что ставили они отечественный почет. Только еленские почести признавали его наилучшими. За это постигло их тяжкое посещение. И те самые, которым они соревновали в образе жизни, и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями, ибо нечестиво поступать против божественных законов. Невозможно не наказано, как показывают наступающие за тем время. То есть это выдержка из Маковейской книги. Вторая Маковейская, 4, 12, 18. Дальше. Господь осуждает любые виды спорта. Это мне вопрос задают. Я даю ответ. При игре в шахматы люди спокойно сидят, думают, и нет ажиотажа. Нет хулиганства среди болельщиков, фанатов. А в футболе страшный азарт. Свист, крики, драки, погромы и убийства. Так что если запрещены игры в шашки, в шахматы, в кости, то тем паче должны быть запрещены игры в футбол, хоккей и другие подобные. Но так как эти игры возникли нам много позже соборов, потому прямо так они и не могли быть названы в Библии на соборах. Тогда были ресталища конские, и о них много пролицаний у живших тогда проповедников. Указанные места Библии о греческих пелестрах говорят не просто об играх, а о насильственном введении их в Иудеи, чтобы отвратить сынов Божиих, от Бога привести к идольскому нечестию и к присяге под срамной крышкой под партбилета и профсоюза тогдашнего. Выделенные места здесь прямо о том говорят. Я ни разу в жизни не был на этих игрищах, на стадионах, а про телевизор и говорить не стоит. Его у меня нет. У нас в Потеряевке иногда во время отдыха в воскресенье играют в футбол, волейбол, баскетбол. Бегают наши братья и сестры и дети. Это просто игра, движение. Без азарта, без отречения от Еговы, Бога сущего. А иначе нужно будет запретить игру в город Киев, в который играл царь Николай II и другие верующие. Игру в волейбол, в лапту и в мяч. В лапту, но в лапту. Откуда я не знаю, что за лапту. Плохо, что не знаешь. Лапта, это русская игра, лапта. И мяч вообще. Нельзя будет и бегать, а нужно только сидеть в пещере Киевской или Псковской. Дети играют мячом и о том же читают в житиях Алифсевии. В житиях Алифсевии. И их не осуждает никто, как и в житии Михаила Клопского. Во многих житиях подчеркивается, что будущие отшельники в действии не играли в игры. Не играли, но остальные, значит, играли. И их, христиан и детей христианских, никто никогда не осуждал. Если выделяют, что такой-то, такой-то не играл. А зачем выделять, если бы все не играли, значит, другие играли, поэтому и этих выделили, что они необычный образ жизни вели. Дальше. Они подобны детям, которые сидят на улице, пишут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Это Лука, 7 глава, 32 стих. Дальше. 18 января. Афанасий Александрийский. Дети в детстве избрали его епископом при игре. 8 апреля. Евстихий, патриарх. Играли. Я патриарх. Написал. Написал один. Я патриарх. А дети играли. Интересно, как они в церкви могли играть? Он забежал в алтарь и под престол спрятался ребенок. Но его ищут, а он не откликается. И уснул там. Служба началась. Если он в алтаре вылазит, а они его сразу задержали, ребенка этого. Ну, видимо, разбегал-то. Года 3-4 было. И поняли, что это не случайно. Ну, что-то там над ним молитву прочитали. В дальнейшем он будет, я не знаю, епископом или кем. О том, что детям нельзя играть взрослым и подавно, что Господь осуждает всякие виды игры или все виды спорта, о том нет ни слова в Библии. Но эти виды упражнений мало полезны, но не бесполезны, так как физически развитый человек и в духовном может потрудиться больше хилого, болезненного. Тело наше храм, и о нем нужно заботиться, упражнять его. 1 Тимофей 4.8 Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Спорт профессиональный, когда для этого только и живут, то это вредно и бесполезно. У нас был такой один общение. Он пропускал воскресную службу из-за того, что у него в те дни были выступления за свою команду. Мы его исключили, когда он добровольно не подчинился оставить такие подвиги не во славу Христа. Притом эти чемпионы страшно ленивые на настоящую работу. Им нужны чужие глаза, зрители. Просто так носилки носить или в огороде полоть, тут они слабые, им те нужны, уже устали. Приходится избавляться от них уже через день, как от паразитов. Чужие славе или профессиональный спорт это одно и то же. Спорт страшная вещь. Это глубокая яма. Огромные средства, потраченные впустую на потеху бесам и обрамовощам. Обрамовощам. В конце, после золотых медалей олимпийских, они раздавлены, брошены, запиваются. Если сегодня все до одного спортсмена уйдут на обыкновенную работу, то все только выиграют от этого. Профессиональный спортсмен не может быть настоящим христианином. Настоящий христианин не может быть хорошим спортсменом, выступающим на аренах. Стихотворение. О, если б голосом могучего пророка сумела миру крикнуть я, проснись, святает, утро недалеко, проснись, душа в опасности твоя. Годами ты дремал в греховном заблуждении и заповедь Христа ночами попирал. Подумай хоть сейчас ты о своем спасении, покуда для тебя час гнева не настал. Смотри, ты спал, свершились все знамения, что предвещает нам пришествие Христа. Остались, может быть, минуты промедления, и приговор прочту тебе его уста. Тогда раскаяние уж больше не поможет. Христом отверженный ты будешь осужден. И к акту твоему сам Бог печать приложит за то, что ты отверг его святой закон. О, где взять слов и силу вдохновения, чтоб убедить тебя, что часто вы недалек. Смотри, кончается Христа долготерпенье, и заревом Христа олеется восток. О, если б голоса могучего пророка сумела миру крикнуть я, проснись, святает, утро недалеко, проснись, душа в опасности твоя. Ольга Чумина. Чумина. Да я даже не придумал. Чумина. Придумаешь. Как ты выворачиваешь? Не встречал, чтобы стоят слова, человек так выворачивал. Давай. Вопрос 4055, 30-й том открытым окон. Почему вы против большого спорта? Это мне вопросы задают, я на кафедре, веду занятия в университете, ну и там студенты, кто подбрасывает вопросы. У человека может талант, и он бы на этом поприще прославился. На Олимпийские игры специально брали священника и икону, чтобы одержать победу. Разве нам победы не нужны в спорте? Ответ. Я не против упражнений, но чтобы не тратить много времени на это. А большой спорт это страшные перегрузки. Там все показное, а на деле этот человек нигде не нужен. Спортсмены очень ленивые на работу, это же настоящие трутни. Им хорошо платят, а они ничего не производят. И, как правило, им и читать некогда. Они мыслят узко и шаблонно. Кавычки, «Алтайский спорт» 1 ноября 2008 год, страница 3. Трагедия. Черный день российского хоккея. Кавычки открыты. В это трудно поверить, но нет больше самого талантливого алтайского хоккеиста Алексея Черепанова, лучшего нападающего молодежной сборной России. А начался день 13 октября для Черепанова замечательно. Слишком много было положительных и отрицательных эмоций для Алексея в один день. За 3 минуты до конца основного времени матча он потерял сознание прямо на скамейке запасных «Авангарда». У него сердце остановилось, сжалость, а это очень тяжелый случай. Жертва российской безалаберности и халатности. Недуг этот возникает, недуг, у спортсменов на фоне нагрузок. При сильном переутомрении появляется жуткая ишемия. Сердце не справляется с работой по прокачке крови. Сердечно-сосудистая недостаточность. При любом ударе падение на лед может остановиться сердце, и его потом очень трудно запустить. У спортсмена идет утолщение сердечной мышцы. Виноваты не физические нагрузки, а запредельные моральные. Если уже все в жизни повидавшие, закаленные и матерые болельщики говорят, что на матче родной команды сейчас нельзя ходить без валидола или в трезвом виде, то через что каждый раз проходят непосредственные участники этих событий. В спорте есть один непременный закон. Если ты хочешь забраться на вершину, быть лучше всех, то должен ежедневно и беспрерывно работать даже не на пределе собственного организма, а за его пределами. Когда болит и ноет все, когда уже не слушаются ни руки, ни ноги, ни голова, когда каждый день ты делаешь больше, чем вчера, и иного пути к медалям и рекордам не существует. Голы давались... Голы? Может быть, голы? Ну, гол, гол кричат. Я не знаю, думал, голы правильно говорится. У тебя газета-то газета мирская, и ты там будешь думать так, ну, что я тебе буду учить-то? Ты считаешь газету мирскую, выворачиваешь слова... И что, там ударение стоит, что ли? Давались кровью и потом... А можно потом прочитать. А ведь сколько еще матчей предстояло. Его ждали в Нью-Йорке, но судьба распорядилась по-другому. Похоронили там, где хоронят выдающихся людей. Удавайся-то ему. То, что церковные артисты в рясах колобродят с кадилом в Желая Победы, это не помогло. Язычники оказались более сильными. Это я уже говорю. До этого кавычки закрыты, сказал бы, что это я с газеты брал. А теперь, теперь говорю сам. Премудрость Соломона. Премудрость Соломона 2.11 Сила наша добудет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Еклезиаст 21 И помни создателя твоего в дни к юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. 2 Маковейская 4.14 Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и презирая храм и не родя жертвах спешили принимать участие в противных закону играх по лестре по призыву бросаемого диска. Даш, я пишу стихотворение. Так, кольнуло сердце. Кольнуло. Ну почему не кольнуло? Кольнуло сердце. Это же сигнал о перегрузке главного мотора. Там футболист излишний мяч пенал, здесь хоккеист носился с шайбой скоро. Сигнал тревожный больно отзовется. И надо б научесть себя укоротить. Без нас беснуется пусть на трибунах гости. Груди горит, гортань давно хрипит. Охолонись, здесь гордость не поможет. Ресурс во всем создатель отзаложил. Элитроциты напрягают вожжи. Не рвись из нервов и ослабших жил. На запредельном семафорит стоп кровавой пеленой в зрачках ослепших. От темени безмозглого до искривленных стоп раскрученный вертлявый бьется пешкой. Трибуны одуревшие распяленные рты глотают алкоголь, табак вдыхает. Их и милиция едва сумеет укоротить. Орет плебейство и отродье хамье. Конечно, платят много за игру. За каждый гол ты обыграть стремился. Но вот споткнулся, не закончил круг. На запасной скамейке сердце надломилось. И сколько же подобных мотыльков еще сгорит на стадионе шумном. Внезапно все земное стало далеко. Об этом умерший не чаял и не думал. Душа бессмертная на смертной пятачке забыла для чего и срок отпущен. Ты голый с голом. это всем учесть. Воистину тому бы не родиться лучше. Бог и Его сущий врач зиждитель до одного удара сердца считал. Кто глух писанию легко споткнется в гибель. А смеена навек житейская мечта. Семь 11. Я называю не стихотворение у меня, а проповедь в стихах. И вот мы посмотрели и прошли эту папку спорт. Я его увожу сюда. А вот теперь о смерти. Вот здесь переименую вот это. Напиши смерть 1. Смерть 1. То есть папка называется смерть. И из этой папки мы сейчас будем брать вопросы. Вопросы очень интересные. Из моих книг это открытым оком. Вопрос 180. Скажите в Ветхом Завете люди имели реальное представление о будущей жизни? Об Аде и об Рае? Какие вопросы мне задавали студенты в милиции в боевских частях на радио. Ответ мы можем... Люди пришли не ко мне. Я хочу подчеркнуть. Не ко мне они пришли. Вот священники когда отвечают он говорит как будто бы к нему люди пришли. Какой то у него опыт что-то говорит. я отвечаю мы можем узнавать об этом только из Ветхого Завета. Никаком рае речи даже не вели. Все знали что рай закрыт и входа туда нет. Было учение о Шиоле некоем месте где пребывают души. Лона Аврамова удел милосердных. В еврейских молитвах опять же упоминалось о Шиоле Исайя 14 глава Описание выхода Самуила давало представление о том что это место находится где-то внизу в царстве теней. Первое царство 28.13 И сказал ей царь не бойся скажи что ты видишь и отвечала женщина ведьма которая вызывала его вижу как бы Бога выходящего из земли. В словах Иоанна Крестителя Иоанна 1.27 Он то идущий за мною Он то идущий за мною но который стал впереди меня я не достойно развязать ремень и у обуви его Он то ты делаешь разделение как будто здесь знак хире это дефис стоит Он то идущий за мною А понятно Что ты так неграмотностью считаешь Давай Толкователи находят ответ на этот вопрос что даже Иоанн не знал что следует за смертью Христа и кто придет проповедовать им и вывести из темниса 1 Петра 4.6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергшись суду по человеку плотью жили по Богу духом Лукас 7.20 Они придя к Иисусу сказали Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить Ты ли тот которому должно прийти или другого ожидать нам 1 Крифина 2.7 Но проповедуем премудрость Божию тайную сокровенную которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей Дальше стихотворение Под натиском конкистадоров Палоимперии Конкистадоров Никогда не слышал это слово Я сказал конкистадоров 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 Палоимперии Инков Я такого Я не слышал что конкистадоров Учись надо молодой человек тебе сгодится Где это В каком месте это было Испанцы Они приехали на лошадях И те которые местные люди они считали что человек и лошадь это один Я знаю кто это Вот так Под натиском конкистадоров Палоимперии Инков Вождя их еще не старо внезапно враги полонили Инке грозит расправа Инке хочется жить Может в виде отрава боязноводу пить То есть его арестовали и он там сидит А я в это время в тюрьме пишу это стихотворение Испанцы требуют золота Выкупать Выкуп подать такой Наполнить золотом комнату занятую тобой Кипа послание с гонцами точки узлы тире Ждет повелитель замер жить или умереть Кипа называлась как у нас я показываю лесовка и такие разветвления на веревочке и он вяжет узелки это означает что и на какой навязанность синяя черная Кипа послание с гонцами точки узлы тире Ждет повелитель замер жить или умереть Инка это их руководитель Инка давится плащем Инке хочется жить А разве можно иначе жизнь свою оценить Считай дальше Что из того что примером трусости на века станет позором империи дрогнувшая рука Пишется отрещение от прошлого от всего Инка боится мучений так пожалейте ж его Ну как так Ну прочитай это всего-то ничего с выражением что он сидит смерть окружает его Ну войди в его положение мне не надо ходить я в тюрьме точно так сидел пишется отречение от прошлого от всего Инка боится мучений так пожалейте ж его я к испанским мучителям к инквизиторам обращаюсь дальше веру своих победителей Инка спешит усвоить 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 судей охрана вы видите меня убивать не стоит не стоит ну что это крючок как можно сказать усвоить судей охрана вы видите меня убивать не стоит меня убивать не стоит а правильно да правильно виноват виноват сотвори молитву ради воскресного дня солнце солнце в каемке траура в шелесте ветра прощание золотом полнится камера полнится камера инки дают свидание тяжким железным мошенникам душит вождя инквизиция черные судьи мошенники а по краям милиция я перевожу экстраполирую на сегодняшний день запах свободы мерещится сдайся молит родня только забота о вечности может спасти меня это я уже все к себе применяю я еще мало трудился и не хочу умирать сродню не успел проститься оставил старушку мать змей закольцован в землю грохочет колокола словом пророческим смелым да победится хула приговор судей прочен пухлое дело закрыто смертью свою пророчит инга инка о многих политах политах политически обвиняемые все когда это было у меня тюрьма восьмидесятый год восьмидесятый год и началась все 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 да подожди подожди нет нет я пошел все уже ты пошел уже все больше часа уже все вот это вот она на этой странице ну ладно давай хорошо 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 Продолжение следует...